Глобальное потепление, загрязнение океана, разрушение озона и неизвестные болезни. Чем только не болеет Земля в наши дни. До появления человечества планета миллиарды лет спокойно существовала в своей собственной эко-среде. Но с появлением Homo sapiens срок службы старушки уменьшился в разы. Однако ученые вовсю кричат о том, что на самом деле главный враг планеты – это перенаселение. Но так ли эта проблема ужасна, как нам ее рекламируют? И существует ли она вообще? Давайте разберемся в этом вместе. Но для начала немного скромной статистики. В начале 19 века население Земли перевалило за 1 миллиард. Ближе к середине 20 века эта цифра увеличилась вдвое. По окончании Второй мировой это число начало расти в геометрической прогрессии. Несмотря на все последующие локальные конфликты разных стран, популяцию населения больше ничего не сдерживало. До середины 20 века человечество регулярно участвовало в разнообразных войнах. Медицина была в слабо развитом состоянии, а слово «технологии» еще не изобрели. На рубеже этого времени человечество само создало себе наиболее благоприятные условия для роста населения. В 1960-м нас уже было 3 миллиарда, в 1975-м – 4, в 2000-м нас стало 6 миллиардов. И к 2012-му человечество перешагнуло отметку в 7 миллиардов единиц. Существует ли перенаселение? Посудите сами, за каких-то 200 лет население увеличилось в 7 раз. Но территория проживания-то осталась прежней? Как это сказывается на нашей планете? Представьте себе свой родной город. В большинстве своем в среднестатистическом городе России проживает порядка 300 тысяч человек. А теперь давайте увеличим это число в 7 раз. Как минимум численность составит 2 миллиарда. Выходит, что пробки в вашем городе станут в 7 раз больше. Пропадут малоэтажные дома, и на их место придут огромные высотки. 20-этажные крепости будут малютками по сравнению с новыми 40-этажными городами. Причем подобные города будут настоящими айсбергами. Каждый столь высокий дом будет иметь не менее глубокие подземные парковки, на которых будут помещаться все машины. Цены на многие продукты вырастут в разы по сравнению с нынешними, потому что рынок спроса станет в 7 раз больше. Ну что, как вам такое будущее? А теперь вдумайтесь в эти цифры. Статисты давно подсчитали, что при нынешнем темпе прироста населения к 2100 году на Земле будут проживать 11 миллиардов человек. То есть спустя 80 лет прирост составит не более 60%. За 200 лет семикратное увеличение численности, при том, что за ближайший век всего-то на 60%? Почему так? Да потому что проблема перенаселения уже давно изучена вдоль и поперек и находится на максимальном контроле у статистов и экономистов всех стран. И вот как это работает. Для того, чтобы понять, как бороться с перенаселением, изначально ученые попытались понять причины такого высокого роста численности людей. В то время подобный вопрос особенно остро стоял во многих азиатских странах. Большая часть населения жила в крайней нищете, а уровень рождаемости был очень высоким. Для примера давайте возьмем Бангладеш. В 1960-х годах среднестатистическая женщина имела 7 детей в течение жизни. 25% из них умирало до того, как им стукнуло 5. А из тех, кто выжил, только каждый пятый умел читать и писать. Продолжительность жизни в среднем была около 45 лет, и доход на душу населения был одним из самых низких в мире. Итак, начиная с 1960-х годов, Бангладеш начал программу планирования семьи на основе трех основных тезисов. Первый – образование, помогающее изменить взгляды женщин. По статистике, женщины с высшим образованием, как правило, хотят меньше детей и становятся матерями позже в жизни. Второй тезис – улучшение здравоохранения для снижения детской смертности. Этот шаг привел к тому, что родители хотели меньше детей, потому что они были уверены, что их рожденные малыши выживут. И третий тезис – противозачаточные средства появились даже в самых отдаленных районах. Это привело к увеличению пользования презервативами с 8% в 1975 году до 76% в 2019 году. Вместе эти меры значительно замедлили рост населения. В 1960 году среднестатистические бангладешские женщины имели 7 детей, к 1995 – 4, а в 2019 году это число снизилось до 2. Это также изменило демографию страны и экономику. Раньше рождалось много детей, но они умирали, прежде чем получали возможность внести свой вклад в общество. Уменьшение детской смертности и рождаемости смогло изменить положение. Дети получали образование и превращались в продуктивных взрослых. И у правительства появилась возможность перенаправить часть своих ресурсов со снижения детской смертности на улучшение экономики. И согласно всем статистическим прогнозам, к 2024 году ожидается выход Бангладеша из категории «наименее развитые страны» в статус развивающейся экономики. Другие азиатские страны, такие как Южная Корея, Индия, Таиланд или Филиппины, прошли через аналогичный процесс, причем даже быстрее. Инвестиции в здоровье и образование привели к снижению рождаемости, которая изменила состав населения и позволила правительствам стимулировать экономику. Да-да, несмотря на весь свой шарм, та самая Индия, что часто показывается в тревел-передачах как мега-бедное государство, могла быть в куда худшем положении, чем есть сейчас. Просто посмотрите на фотографии 2000 года из Нью-Дели. Столица Индии изменилась куда больше, чем любой российский миллионник. Однако, все-таки на сегодня проблема перенаселения еще актуальна в отдельно взятых частях планеты. Особенно остро этот вопрос стоит в Африке. Помните наше объяснение про соотношение бедности и роста населения? Так вот, учитывая, что первое крайне преобладает на территории жаркого континента, популяция людей там до сих пор растет в геометрической прогрессии. В 2019 году на территории ряда африканских регионов жил миллиард человек в 46 различных странах. В последние несколько десятилетий темпы роста заметно замедлились. Однако он все еще намного выше, чем в остальном мире. И согласно ряду статистических данных, к 2100 году на территории темного континента может проживать от 2,5 до 5 миллиардов людей. И это может перерасти в глобальную катастрофу. Дело в том, что несмотря на огромные природные запасы, Африка все равно остается гигантским отдаленным континентом. По примерным подсчетам, на сегодня запасы земли в состоянии прокормить около 20 миллиардов людей на нашей планете. Цифра весьма утешительная, если не брать в расчет месторасположение этих запасов. Большей части перенаселенных стран не хватает посевной площади и имеются плохие условия для выращивания пищи. И даже мировая гуманитарная помощь не спасет подобные государства от катастрофы. Переизбытку людей на квадратный метр грозит дефицит пресной воды, которую не так легко транспортировать. Страны также столкнутся с топливным и энергетическим кризисом. А в конце концов, это еще приведет к сильному повышению цен и загрязнению окружающей среды. И, к сожалению, модель борьбы с азиатским перенаселением не так эффективно работает в Африке. Качество образования улучшается медленнее, чем в других частях света. И даже несмотря на то, что использование противозачаточных средств удвоилось в регионе с 1990 года, 60% подростков не могут использовать контрацептивы. Причины подобного мирового отставания сложны и до сих пор до конца не изучены учеными. Многие страны к югу от Сахары пострадали от колонизации, закончившейся всего несколько десятилетий назад. После чего они имели сложный путь к самонезависимости. Некоторые районы были неоднократно разрушены гражданскими войнами, военными конфликтами или страдали из-за нестабильных правительств, что сделало очень трудной задачей улучшение инфраструктуры и здравоохранения. Таким образом, Африка начала свой подход к современной цивилизации с худшего по сравнению с Азией. И если рост населения будет продолжаться нынешними темпами, то население тропической Африки может вырасти до 5 миллиардов к 2100 году. Но из этой ситуации есть выход. На примере той же Азии статисты уже давно изобрели новую, более улучшенную африканскую модель борьбы с перенаселением, где в основу лягут те же тезисы, но с большим уклоном к образованию, так как именно устаревшие этнически-культурные особенности не позволяют многим африканским женщинам иметь малое количество детей или не иметь их вообще. Таким образом, подводя итог, мы хотим ответить на главный вопрос этого ролика. Да, перенаселение существует. Наверняка вы и не догадывались, где именно остро стоит этот вопрос. Однако, благодаря современной науке, болезнь реально победить. И сделать огромный вклад в жизнь целого континента. До новых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok